Доклад был коротким, бурные обсуждения длились в два раза дольше. Первый вопрос, волновавший народных избранников – очередность реновации. Улица Менделеева завершала список участков для освоения, а не возглавляла. Тем не менее, над проектной документацией по нему уже идет активная работа. Второй вопрос – наличие социальной инфраструктуры на участке. Несмотря на то, что в повестке он был указан, его обсуждения толком и не коснулись. Так вот, понимаете, мы туда оплотняем застройку, сажаем еще 800 квартир, допустим, половину, это еще 400 детей. При этом говорим лишь что-то гипотетически о проектировании детского сада. Давайте сначала детский сад построим. Давайте сначала создадим там инфраструктуру. Как в воздухе мы нуждаемся в новых строительных площадках в Сарове, считает заместитель главы города Леонид Бородулин. На рассматриваемом участке планируют возвести от 20 до 45 тысяч квадратных метров жилья. Нам в городе крайне остро необходимо строительство. Крайне остро. У нас нету объектов, кроме как таунхаусов. Но бы в жилье у нас в городе нету. Абсолютно. На предполагаемых 45 тысячах квадратных метров планируют построить около 800 квартир. Дома будут не выше пяти, максимум семи этажей. Такая площадь, по мнению Леонида Бородулина, поможет избежать высокой плотности застройки и обеспечит комфортную среду для проживания. Но не все народные избранники были согласны с такой позицией. Леонид Бородинович, ну вот немножко о другом. Вот у нас есть там пассивки, где строится новая поликлиника, перспективный микрорайон, да. Есть много земли, там нужно выполнить все новым по детским площадкам, хорошие с запасом, как говорится, да. А здесь мы берем существующую застройку, пытаемся отсунуть еще, по сути дела, маленький микрорайончик. Да, эти построим там 10. Остальные, ну, пускай там будет меньше домов, но там будет больше очистных золок. А мы сразу же берем по правилам, делаем такую плотную застройку, как говорится, из всего жена. Вот состоялись в сети публичных слушаний, в апреле мы потом утверждали этот протокол, который заседал, да. Вот спустя год цена выросла на 50%. То есть было восемь, а сейчас в районе 120. И сейчас Леонид Борисович выходит на трюмон и говорит, ребята, ну плачут, можно сказать, да. Кровь из носа нужна застройка массовая, застройками, квартирным жильем. Только там хаус, только частные дома строятся. Понимаете? И вот это когнитивный диссонанс называется, да. Когда мы одной рукой рубим, нормальные инициативные, инвестиционные, вот любым предлогом, пускай даже публичное слушание и анонимное рисование в интернете. Вот. Но другой рукой приходим и говорим, нам очень надо жилье, и вот мы нашли участок. Мы срочно готовы его реализовать. Это вот двойные стандарты. К единому мнению прийти не удалось. Детально этот вопрос рассмотрят на следующем заседании комитета, к которому администрация подготовит подробную информацию о реализации проекта застройки.